Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья! У нас второй полуфинал Summer Cup'а, первого нашей студии игрокам ТВ у микрофона, друг, и у нас один из самых интересных матчей, который шел очень быстро и стремительно, но настолько динамично и эффектно, что я думаю, он стоил многих предыдущих. Команда Skull 9 все-таки проиграла первую игру, у них вылетело три героя сразу, но там ситуация была примерно такая, что ребята понимали, что эту катку им не вытащить, и The Riteous Indignation просто как катком смели команду Skull 9, которая являлась одним из фаворитов этого турнира, в принципе, точно так же, как Riteous Indignation, являлась одним из фаворитов этого турнира. Джаггер залетает у нас первым пиком для команды TRI. Они забанили инвокера, инвокера не дают в руки Нестеру, прям такие вот, я не знаю, опасаются, переживают по этому поводу, и уже вторая команда третий раз банит у нас инвокера против команды Skull 9. Вот это заявочку о себе Нестер дал на первой же игре, теперь все избавляются от инвокера. Undying'а забанили сами, извините, Indignation. В их прошлом пике Undying был одним из главных действующих лиц. Ну и Джаггернаут отлетает в пик, причем отлетает первым, вроде как бы уже и забыли об этом герое, а он продолжает, в общем-то, присутствовать в пиках. Ну, не такая уж у нас профессиональная и современная мета, чтобы тут пренебрегать Джаггернаутом. Джаггер так Джаггер. В чем проблема? Леон, вторым пиком отлетает для команды The Rights of Indignation. Ну и Сайенсер пока что единственный, кто в составе School9 присутствует. School9, кстати, должны что-то, вот, я так понимаю, думать со своим Сайенсером. Стоит ли его отправлять... Стоит ли его отправлять... Саппортить кого-нибудь, или все-таки взять его как керри. Возможно, даже может на мидлейн отправить Сайенсера. Тоже не будет лишним, данная история. Геррокоптер, Сайенсер, ну и надо думать по баню. Кто там вообще к геррокоптеру включается? И, кстати, первый, наверное, нормальный пик команды School9. Что-то вот по адекватере пошли ребята, поняли, что вот таким вот диким пиком с 5 керри, просто так катку им не вытащить. И геррокоптер есть, если что, Саппорт есть один. Вот, ну и команды Заратис Индигнейшн вообще по старой отработанной схеме пока что Саппорт и керри есть. Мидлейнеров здесь не наблюдается ни с одной стороны, ни с другой, так что будем думать, будем ждать. 30 секунд... 38, точнее, секунд остается у команды Заратис Индигнейшн, чтобы кого-то забанить, отправляют Эникму в бан. А здесь в бан отлетает Рубик, Никс Ассасин или Шрак тоже вот команды School9 в бане. Здесь Инвокер и Андайинг, индивидуальные какие-то баны, Эникма тоже под комбинацию с геррокоптером, достаточно неприятная вещь, поэтому, конечно, надо было от него избавляться. 5 секунд... Ремейнинг... Ну и Шейкер отлетает последним на пока что баном от команды School9. Шейкера не будет. Геррокоптер, Сайленсер, Джаггернаут и Леон. Эти герои у нас заходят в пик, ну и четвертый бан от команды Заратис Индигнейшн. Ну, действительно, комбинация под геррокоптером Милеон, будь то, например, Магнус, с которым надо справляться, который под геррокоптера собирает всех на 5 с плюсом, тот же, тот же, тот же, тот же Дарксир. Ну, надо думать тут между героями на сложную. Либо это будет Магнус, либо это будет Дарксир. School9 имеют некий выбор, ну и Заратис Индигнейшн сейчас глянем вообще, будут ли банить кого-то с оффлейной, или все-таки забьют на него, позволят выбрать того, кого School9 хочет забрать себе под пик. Долго думает команда Radiant, команда TRI. Сочиняют какую-то новую мету, видимо. Ну, вроде так, полдскул убрали героев. Омни Найт залетает для команды Заратис Индигнейшн, а значит, геррокоптер немножко не очень. Ну, репел на Джаггернауте вместо БКБ, как я понимаю, и дальше уже крутилка Джаггернаута, которая не позволит Джаггеру вообще у нас от магии терпеть. Тоже, как вариант, неплохо. Ну и Guardian Angel, вещь достаточно недооцененная в современной доте. Редко у нас Омник залетает в пике, в баны тем более. Пудж от команды School9. Приехали. Пудж от команды School9, геррокоптер, сайленсер. Вот такие вот у нас дела. Такая у нас дота сегодня. 50 секунд у команды Заратис Индигнейшн, чтобы придумать, что ставить против Пуджа на мидлей. Я думаю, не должны знать, в пабе играл каждый, и как стоять против Пуджа тоже, я думаю, каждый тренился, пробовал, проверял. Вот так вот, просто на скиле команда School9, точнее не на скиле, а на каком-то безумии. Решила сыграть. Но кто знает, может этот Пудж каточку-то эту и вытащит. Вообще, что-то, кстати, как-то рановато я команду School9 похоронил. Да, в прошлой игре Заратис Индигнейшн были посильнее. Причем ощутимо. Так вот, ну так, чтобы, в принципе, крест на них ставить, я думаю, явно лишнее. SF от команды Заратис Индигнейшн. Вот и герой на мидлей. Кто будет стоять против Пуджа, не думаю, что это так просто. Отстоять против нашего крупного парня на Shadow FinTech, который сам по себе мягкий. Если попасть где-то под хук, то никуда ты не денешься от того же рота Пуджового. Ну а при наличии шестого левела, о чем вообще там говорить? Если SF вообще отправляется в мид, тут коллектив ТРА просто у нас героя абсолютно сумасшедшим образом разграсывает по лайнам. Разор, когда пикался, я не думал, что Разор, например, пойдет у нас фармить легкую в соло, а Веника, например, поставят у нас на мидлейн. С другой стороны, я не думал, что Бэйн будет фармить мидлейн в игре в четвертьфинале от команды Заратис Индигнейшн, что Бэйн будет стоять против вайпера в соло и выиграет у вайпера против соло. Нет, так мне не казалось, поэтому что тут, в принципе, угадывать? Ну, SF, как бы по всей классике, вроде как мидлейновый герой. Все, что я могу по этому поводу сказать. Бристлбэк четвертым пиком от команды Скулнайн. Не просто толстый пик, а еще и крепкий пик. Ты их бьешь, они тебе в ответку. Ты их бьешь, они еще раз тебе в ответку. И два раза, и сверху, и заплевать можно, и заспрейт. Ну, и у SF, по-моему, проблемочек. Омнинайт репелом SF от Квилл Спреев не спасает. Дэмэдж Бристлбэка будет по-любому заходить на SF. Тут физически дэмэдж будет вливаться, во многом причем. Тот же Герокоптер тут не так-то просто. Но, с другой стороны, Гвардиан Энджел есть. На Бристлбэка за эти 4-5 секунд попробуй развалить. Ну, глянем, глянем. Основная задача вообще команды Зрайтис Индикнейшн выформить Джаггера, как я понимаю, и Герокоптера с Бристлбэком оставить без шмотя. Это не так-то просто. В принципе, 2 хороших, мощных керри от команды Скулл Найн. Один покрепче, другой под более дамажащие. Интересно, интересно, интересно. Ну, если так представить, что мы по классике. Идем, у команды Терай имеется. На Триплу герой Джаггернаут. 2 саппорта Леон и Омнинайт. И Шадоу Финт на Медведь. И кто-то остался еще на сложную. Тайт Хантера банит команда Скулл Найн. Энидму сами забанили Терай. Ну и, возможно, Магнуса можно было бы по данному пику взять. Во-первых, естественно, не бесполезный, абсолютно... Абсолютно не бесполезный... Бесполезный Риверс Полярити. Во-вторых, это все-таки Эмпауэр, который можно бросать на кого угодно. И, например, тому же Джаггернауту более чем полезная штука. Не придется Джаггеру, бедняге, собирать себе Баттлфьюри. Ну, он вообще его не собирает. А тут вот дополнительный Баттлфьюри в общий пик может залететь. Это может быть так. Я думаю, что на самом деле и Дарксир по данному пику мог бы зайти. Под Домника, под Леона, да, держать, конечно, нечем все. Но если Дарксир всех соберет, например, под Коп Леона и под, опять же, пассивкой Омни Найта, попробуй выйти. Кентавр. Вот такие дела. Вот кто будет с Бристалбеком и Пуджом бодаться на равных. Я пошутил, да? Кентавр бодаться. И Темплар Ассасин. И кто теперь куда вообще идет, я не понимаю. Пудж у нас для Борза. Темпларку, скорее всего, заберет Нестер. И Пудж у нас отправляется не на мид-лейн, насколько я понимаю. Темплар Ассасин у нас отправляется, скорее всего, в мид. Люсиан Лошанс пойдет фармить легкую линию. Причем, мне кажется, в соло. А Пудж, Сайленсер и Джаз на герокоптере отправятся, например, в харду. Вот это, мне кажется, вариант. Вполне, но судя по тому, как герои кого разобрали, скорее всего, будет примерно так. Ну и Афа забирает себе Джаггернаута. Найтсов Сэд Мун забирает себе Леона. Омни Найт, это Ридик. Кентавр для Ремнанта. И Шадоу Финт для Маловски, для капитана команды Тера. 10 секунд. Команды разобрали своих героев. Ну что, поехали. В принципе, игра-то обещает быть более чем интересной. Джаггера уже разворотила здесь на лайне. Не на лайне, точнее, на собственной базе. Ох, знали бы вы, ребята, призовыми взносами, сколько нам таких курьеров надавали. КОНЕЦ Все, пожелаем командам удачи. Вернулись у нас все в игру. Так, а ну-ка, ну-ка. Кто у нас тут в центре внимания? У нас Пуч в центре внимания. Нестер лагает. С чего бы это вдруг? Вроде до этого не лагало. Ну-ка, портите фактом по шматью. Рарное одно, рарное второе. Не пойми какое. Камон и анкамон. Хук не очень. Все не очень. Ну и маска тоже. Не маска, точнее, а причесон вместе с Глазом тоже не очень. Не самый симпатичный Пуч, но с другой стороны, сам Пуч на ЦМе, это занятие достаточно весело и интересно. Герой пабовский, герой из тех, кто экшен делает у нас в обычных играх, когда мы заходим просто расслабиться и повеселиться в доте. А здесь у нас игра фактически на вылет для команды С9. Если они эту каточку проигрывают. Так, одну секунду. Ай, здесь уже не перестроить. Ребят, я тут, к сожалению, ай, к сожалению, здесь не поставил одну палочку. Команда Ти Рай выигрывает со счетом 1-0. То есть катка это вторая в формате Бест оф 3. Пока что Ти Рай ведут со счетом 1-0. Потому что столпились кто где. Ну и кто пойдет у нас за руной? Кто пойдет за руной у нас, тот в принципе... И умирает от этой руны. А Маловский-то шарящий какой, а пес! Молочага просто. Увернулся у нас от хука, как будто знал, где что да как. Ну, видать, сам на пуджа откатал кучу каток. И такие вот штукенции проделывал за пуджа. То ли просто повезло, то ли вообще знал и понимал, как дела обстоят. Ну и в итоге у нас баунти руну на топе забирает команда Ти Рай. И внизу баунти руну пока никто не тронул. Ну, хотя лежит себе спокойненько баунти руна. И Маловский на СФе против Нестера. Дэмэджа не так много пока что у СФа. Ну, есть уже Некромастри. Это означает, что дэмэдж будет расти. Ну и главное контролить линию. По Нестеру через Shadow Race. И у Нестера уже без хелдспойнтов здесь. Мелд есть, но Мелд тут не спасет от дэмэджа. Ну и просто начинает СФ гнобить своего оппонента. Потихонечку у Нестера, кстати, нет батлы. И до батлы еще 40 копеек. Здесь, кто у нас в лесу. А как так получилось? Как эти крипы вообще здесь оказались? Я не понял. Какие-то супермодные отводы или что это было? По какому принципу эти крипы могут оказаться здесь? Я так понимаю через хук, да, наверное, это работает? Да, вполне может быть. Какой-то супермодный отвод у нас от пуджа. Вообще лесной пудж это немного странно, согласитесь? Маловский видит, где у нас борс находится. Видит, в принципе, его. Ну и просто так, на дорожечку. Под зад дал у нас пуджу. Нестер батлу себе уже несет. Достаточно близко. У СФа есть рейсбенд, но нет никакой батлы. Два айрон бренш. Танго, ну, плюс 50 к скиллу. Вообще два айрон бренш на мидлейне. Ну и наваливает мидлейнер. Хотя, кстати, в скором времени у Нестера преимущество-то будет. А на ло-хп уже здесь Маловский. Главное подкрепание подставиться. Так, здесь на ло-хп Афа. Подсейвил его Night of the Sad Moon. Маловский тоже выживает. Тут у меня сейчас глаза просто разорвутся. На два лайна смотреть. Ну и пудж тоже близковато, конечно. Правда, маны на хук элементарно не хватает. Ну и у СФа немного совсем остается до батлы. Куда тебе батлу? Забудь вообще. Ну и здесь батл. И здесь у нас пуджа похилил. Похилила Templar Assassin. Давайте вообще другие линии посмотрим. Засмотрелись мы на мид. Все. Батлай, так понимаю, в курьере полетела от команды TRI. На сложной линии коллектива TRI. Видик. На Omni Knight. Просто саппортит. Ну и фармом здесь занимается Кентавр. Через репел, кстати, от всего избавляться. Да это вообще самое оно. Тут Омник на 5 с плюсом заходит. И плюс под рассказ Кентавра. Естественно, через стомп. Через Дабл Эдж. Еще и если будет Пюрификейшн у нас у Томни Найта. То, например, Сайленсру точно не сдобровать. Да и Герокоптер тоже здесь по идее отъезжает. На легкой линии команды TRI. Афан Джаггернаут 13 на 6. Или он тоже где-то что-то кого-то доубивал. 2 на 0 у него. Ну на первом месте у нас идет Джаггер. На втором Герокоптер идет на своей легкой линии 12 на 6. И потом уже идет Маловский. 11 на 1 против него. И Нестер на Темпларке против него. Примерно такой же Крипстар. Борс. Хук неточный от Маловски. Вернулся еще раз у нас СФ. Ну и начинает наваливать по Нестеру. Дальний Койл по Темпларду. Уже в Римнант в любом случае был. Да и не попал в принципе здесь СФ. Плюс 20 душ уже имеется. Плюс 43 демеджа. Теперь можно драться с кем угодно. Хук есть, кстати, у Борза. Начинает цеплять у нас Маловский. Да плевать вообще. Цепляй меня. Цепляй меня полностью. Ну и деняет себя Путш. Не решился доходить до руной регенерации. ФБ таки не забирает команда Тирай. Ну что неприятно для команды С9. Что они на ровном месте чуть не отдали важного героя. И посмотрите какая ситуация со стороны команды С9. Как будто поссорились школьники в пабе. Я буду стоять на миде. Нет, я буду стоять на миде. Я взял Пуджа. Нет, я буду стоять на миде. Я взял Темплар Ассасин. Потому что я вообще в нашей команде играю мидером. Нет, я буду стоять на миде. Я взял Пуджа. Не уходит отсюда Борз. Он поначалу какие-то отводы. Такие хитрые, интересные мутил. Теперь просто стоит на линии. Ничего не делает. Но старается. Фук пошел у нас по Маловски. У него уже пятый левел. У него, кстати, есть регенерация в батле. Надо бы отпиться. Надо бы. Он просто, в принципе, руну регенерации в никуда отправил. И опять на ЛОХП у нас уходит Пудж. Я думаю, что ФБ все-таки будет, скорее всего, на нижнем лине. Там вроде по линам интересная ситуация. И заметьте, СФ-то и в соло против Темпларки стоит хорошо. И вместе с Пуджом тоже у СФ получается неплохо стоять на мидлейне. Тут, конечно, встретились два одиночества. Фук пошел у нас по Маловски. Поймали его. Ну и нижний, ближний, точнее, если дать, можно было прозволить. В итоге Нестер через мэп. Через рефракшн. Фракшн третьего левела. Расковыряли Маловскую. Ну и ФБ все-таки забирает команда С9. По голде они выигрывают 400. По экспириенсу они проигрывают. Проигрывают 300. Долго рыбачили тут на СФа и все-таки вытащили. Ну, я так понимаю, он и напрашивался сам по себе, что Пудж его вытащил. Худжа в соло он, конечно, развалит. Но на чужом хайграунде, при этом еще и с помощью Темплара Ассасин, очень сложно. Джаз, Ридик и Римнан. Тут файт достаточно уверенный. Ридик на ЛОХП. За Ридиком прилетает. Так и ракета разрезать должен кого-то Римнант. Не разрезает. 3-1 становится счет. Ну, фактически это 3-0. Потому что Пудж у нас там заденайлся. 6 минут и 700 голды поднимает в этом файте команда С9. В это время на нижнем лайнере у Джаггернаута. Очень потный фарм здесь. 33 на 11. Гирокоптер идет со счетом 29 на 12. Но при этом у Гирокоптера еще и килл один имеется. Джаггер пока что без киллов, но только потому, что Престалбек не самый агрессивный. Джаггер, вот Тавер переагрился на него. Этот самый Тавер. Лишний удар Престалбеку не знаю, стоил ли того. Вообще идет Джаггернаут у нас через промакшенный Блейд Фьюри. Через Хилинг Вард 1 и Блейд Дэнс. Он не слэшен тоже. Вообще промакшенный Блейд Фьюри вроде как и не мейнстрим давным-давно. Ну, почему бы и нет, если это работает. Ну, откат все же поменьше. Так, Нестер у нас на лоу хп. Ой, какой неудачный хук у нас от Пуджа. Дальний коэл от СФа имеется. Поэтому просто если кто-то подошел, то может быть и развалил бы. И хоть один килл команда ТРА смогла бы сделать. Ну, писали пацаны в лобби, что я говорю о команде Скуллмайн. Что они надезморали после такого поражения в конце. И само поражение по себе неприятное. И ситуация с этим отсутствием. Так, Омни Слэш у нас у Таффы пошел. Разваливает у нас Лусьена в итоге. Забирает первый фраг для команды ТРА. И нет маны. Тупо нет маны на Хилинг Вард. Вообще не на что нет маны на самом деле. Мана у него только на третий скилл. На пассивку сохранилась. Сейчас как кастанет. Все в сторону. Команда С9 потеряла порядка 700 золота. За последние 2 минуты по экспириенсу. Где-то, 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 где-то 500. Чуть-чуть больше. Тоже отлетела для коллектива ТРА. Кентавр в это время 15 на 3. Ридик 1 на 0. Сложная. Немножко туговатое для команды ТРА. Здесь Джаз делает все, что хочет. При этом еще и отдаются игроки. Так, СФ это время забирает у нас Темплар Ассасин на руне. Ай-яй-яй, пропустили. Первый фраг для Маловски. После такой неудачной смерти. Ну и Пуш остался здесь в соло. Пуш, кстати, 4 левела. Притягивает у нас Маловски. Ну просто плевать или что? Ты как бы под Тавером стоишь, нет? Окей, да, хорошо. Ну да, стою под Тавером. Какая досада. Ну и Тавер трещит у нас. 66 плюс 75. Уже 36 душ, промакшен в Некромастере. И все, что можно было СФ получить с этого скилла он получил. Ну и третьего левела Кайлы. И чуть-чуть совсем остается до, я думаю, появления Requiem of Souls. Счет становится 3-2. По факту в пользу команды С-9. Хотя тоже Пудж динается. Улетает у нас на базу. Теряет деньги. Вот. Тратит время на то, чтобы прийти заново на линию. Тратит деньги на то, чтобы ТП, например, провязать. Поэтому как минус, я думаю, что стоит Данай Пуджа все-таки считать. Так что счет у нас 3-3. Как здорово. Хук пошел у нас от Пуджа. Неточный. Но здесь, кстати, ситуация с вардами-то у команды С-9 порядочная. Сентрик поставили, чтобы не палили вообще, что здесь происходит. Вот. Ну и все, в общем-то. На этом все закончилось, как и сам Сентрик. Терай по голде, тем не менее, выигрывают. 1200 для них по золоту, по экспириенсу 1500. СФ у нас под вражеским тавером. Уже пытается драться с Темплар Ассасины. Получается. И Борс бежит здесь. Просто освободи мне место под хук. Ну и Маловский здесь 100% заберут. Еще, мне кажется, кстати, и Курьера сейчас развалит. Убивают еще и Курьера. Что было в Курьере? В Курьере был Ринков Базилус, была Церклетка и Мэджик Стик. Мэджик Вон собрал себе Shadow Fiend и принес себе Аквилу. Правда, не долетела Аквила. Куда-то немножко не туда вообще зашел мидер команды Терай. Ну, опять все, что выигрывали Терай по голде, они отдают. Графики стремятся у нас к нулю. И пока что ситуация не самая приятная. Ну и Нестер перемещается на нижний лайн. Я так понимаю, возможен пуш, скорее всего, от команды Скулл Найн. Люсьен Ларшанс как там у нас? Да никак, в общем-то, обычно. Ничего интересного. У Джекернаута есть уже барабаны, уже есть фейсбуцы. У него 57 на 12 крипстат. Я по-прежнему первый, он обгоняет у нас гирокоптеров. Гирокоптера 55 на 16. Так, начинают у нас ловить гирокоптеров. Я понимаю, не могут подцепить гирокоптеров. Что за люди-то такие? Ну, Джаза здесь подстопят, конечно. Стом пошел по нему. Double Edge тоже по нему. Purification O3 дико и... Умник, непонятно, почему я похилил себя, если можно было похилить кентавра, который потратил все хп. В любом случае, ты забираешь этот фраг, если вдруг за него ты боролся. Но почему не похилить кентавра? У меня... Ну, это даже не вопрос. Это просто утверждение. Почему не похилить кентавра? У даггера 8 левел. Он не знаешь, откатился. У Леона еще 6-го нет, но вот-вот. Было бы в кого зарядить. Палец смерти зарядил. Ну и появляется у Умника у нас Аркан Бутсы и у команды С9 по шмоткам, что интересно. Есть Хелм оф Доминатор, Пауэр Трест, Рингов, Аквила для коллектива С9. У Темплар Ассасин уже есть Фейс Бутсы, Боттл, Мэджик, он тоже для них. Ну и Сайленсер без ничего, Баттла и все. Ну и Бристлбэк. Бристлбэк у нас до сих пор без ПТ. Выход от Борза. Прямо-таки на Афу. Должны были его притягивать. Тут бы, конечно, ничего его не спасло, потому что он не слэш еще маленького левела. И расковырять того же Пуджа или расковырять Бристлбэка просто-за просто-так точно не получилось бы. Отводы делает команда ТРА, и об этом прекрасно теперь знает команда С9. Те не знают, куда идти, я не знают, кто здесь будет. Трэпу под ногами Леона разбили. Леон сразу же подкоп подвоим, ну и ТП делать нет смысла, потому что есть здесь... Да ладно, ну ты что ты... Как ты, куда ты думал он делся? Да, Борз тут вообще неудачно с этим куком сделал вещи. Ну и в итоге не забрали Леона, Леон просто забежал в кусты. Кстати, забежал в кусты-то на скелье. Знал же, что здесь есть куда бежать и куда ТПшиться. Ну и файт планируется на нижнем лане. Три героя команды С9 здесь. Вот и сразу четыре героя команды ТРА. Афа начинает наваливать полисе на лошанс. Клипы еще долго здесь не будут, поэтому ульти не хочу просто. Нестер делает ТП-аут. Ну свалил. Не дождались, в итоге выход оказался, ну как, нелепым. Вышли, не вышли, но раз собрались, я думаю, надо пушить. Надо пушить. До сих пор не понимаю, почему себе Маловский ничего не приносит. Курьер вроде давно уже у них отрегенился или... Или все-таки недавно. Shadowfin до сих пор бегает у нас без Аквилы и... Без Мэджик-Ванда. Все, полетел Курьер, но полетел к Джаггернауту. Если Джаггер рассказал бы у нас СФ, что можно вещи Курьером себе носить, я думаю, вообще было бы великолепно. Нестер видит у нас Маловский. Из Милда удар от Нестера, Маловский начинает настреливать. Ридик подсейвил у нас Маловский. Сейчас собьют рефракшн и можно будет драться. Но здесь недалеко Пурш и никто не выходит. Сиэн Лошан здесь Афа его видит. Начинает крутиться. Учежить умеет вертеться. Провязал на сульту... Провязал на сульту Кентавр. И здесь просто развал какой-то на топ-лейне. И внизу, я так понимаю, та же история. Келлингвард пошел у нас от Афы. Келлингвард разбивают сразу же. Недоконтролил Джаггернаут. Прыжок Сиэна Лошанца. И на этом умнистаж заканчивается. На Нестера будут выходить. Гвардиан Энджел провязал на Сомни Найт. Нестера видят. Крутилочки-вертелочки. Нестера отправляют в Тавер. Джаггер. Келлингспри вообще. И два фрага в этом файте. Счет становится 6-6. Где в это время был СФ? Да он отдыхал у нас на топ-лейне. СФ пришел на топ-лейн. Я так понимаю, помочь Кентавру. А в итоге СФ вместе с Кентавром у нас отъезжает. Ну и счет становится 6-6 на данный момент. Команда Тирай сравнивает постепенно счет. До этого они немного так, но фидели и проигрывали. По голде они выигрывают 500. По экспириенсу всего лишь 600. 15-я минута не показать. Ну и видно, что команда Скул Найн взялась за ум. Ну и подсобрались слегка. Подсобрались. Так, он Нинайта. Что здесь? У него аркан Буци. Да, он хилится. Здесь ждет, чтобы взять арканы. СФ уже с Ринг оф Аквиллой. ПТ, Батлом. Мэджиквот наконец-то себе принес. И тысяча с копейками по голде. Сайенсер поджигает у нас Маловский. Тут даже по нему еще и ласт ворд. Маловский просто без половины хп уже начинает драться. Сайенсера в итоге поймает. Хекс по нему. Подстопили. Разрезали. Борс может кого-то вытащить. Но смысл есть. Такую толпу вытаскивать. При том, что здесь рядом. И подхилить чувак может. И кто-то еще ворваться. Ну, далеко, конечно, Джаггернаут от общего файта. Команда дерется на топ-лейне. Ридик оцепляет. Ридик репел бросает на Пуджа вместо себя. И Ридик здесь разваливается. Разрезали, правда, еще и Джаггернаут. И Маловский загоняет Пуджа в деревья. Нечем проесть. Ну, и некуда деться здесь, Борзу. Куда ж ты, собственно, денешься? О, привет. Я тебя знаю. И дальше по тексту. Развалили. Пуджа отсчет стал 9-7. За потерянного саппорта отдали двоих игроков. Команда СД. За братом, точнее, саппорт. И Маловский готовится разультиться. Доультился до того, что Сайенс провязали. Делает тэп-аут у нас в итоге. СФ и спокойненько себе уходит. А там из Малда, кстати, дикая штука вообще. В него летела. И сразу же репел на СФ. А, кстати, Ридик нон-стоп. Только видит какую-то цель рядом. Моментально репел бросается на него. Сколько репел действует? 6 секунд? Ну, работает. Работает. В принципе, пора бы уже как-то и в приоритет его выводить. Для этого левел хотя бы надо получать. Омни-найт. Где в это время мейн керри Терай? Он в это время фармит низ. У него уже 82 крипа. У него при этом 3-0-0 КДА. Так, разгон у нас от Кентавра. Просто-просто побегать как к сумасшедшим на одном месте. Ну да. Давайте, ребята, давайте просто быстро побегаем. Давайте. И давай неситься на ровном месте. Туда-сюда. Не выходя вообще за границы какие-то. Джаз вылетел. Он настрелял немножко у нас по Кентавру. Кентавр отрапляется на мидлей. Разобрали молоски здесь. Ну и думает Кентавр, туда ли я вообще пришел. Точно никуда. Кентавр у нас сделает Даггерраут. В это время очень быстро расправляются с Нестером через Фингер-Оф-Дес. И Лисьон Лошанс отсюда уходит. Мидера разменяли на мидера. С плюсом для команды С-9. Как по голде, так и по экспириенсу. И с Джаггера, я так понимаю, собираются сделать терминацию. Он команде пока что не нужен. Сказали, иди фарми. И он пошел и фармит. И никуда не девается. Руночки, всякие крепочки, нейтральчики. Уже есть Афуфизадри, уже есть Огр Клаб. Джаггер готовится, я так понимаю, в Аганим выйти. Пускай. Шадоу Блейд появляется для Гирокоптера. Знал об этом команда Терай в любом случае. Что Шадоу Блейд будет появляться. Потому как Шадоу Амулет просто так сам по себе в этом билде не окажется. А где там Джаггер у нас по ХП умудряется проседать? Ну это Нестер близко. У Нестера, кстати, уже есть фейсбуцы. У Нестера есть Даггер. Вот и... Нестер Джаггера исключает с линии. Джаггеру приходится отсюда свадить. Ну и сейчас Блейдфюли четвертого левела, у которого вместо 80 урона 140 на 19-й минуте. И на самом деле вот как бы и смысла использовать какового анима. Маны требует дохренища. Вот за то количество демеджа маловато. Так, у нас Кентавра разваливает. У нас разваливает также и Омника. И Омник под Репелом, под Гвардиан Энджелом. И здесь на топ-лейне просто развал команды Терай. Ридик в итоге подхилился. Бежит Пордж. Хук уже готов, но не попадает. И Ридик просто оторванный. Валит как только можно отсюда. Где СФ это время? СФ важной походкой заходит в спину. В спину самому себе. Никуда он не заходит, просто крутится на медленно. У него уже Клеймор готов. Тоже скорее всего готовится к покупке Шадоу Блейда. Ну и Терай своих саппортов нон-стоп просто теряет. Да и не только саппортов, еще и тяжелых лейнеры. Кентавра разменяли просто на ничего. И Скул Найн выходит вперед. 500 по голде и по экспириенсу пока что 3 у нас впереди. И Шадоу Блейд прилетает для СФ. Подготовился. Есть ли Шадоу Блейд? Да, у Герокоптора есть Шадоу Блейд. Ну интересно теперь, что там на СФ. По олдскулу, да? Никаких тебе Мек, никаких Юлов, никаких Даггеров. Если будет, то попозже. У нас старый добрый пабовский СФ. Тут узнаю как бы брата Колю. СФ привычный более для меня такой. Ну, с этими Юглами и Меками я все не знал, как себя вообще чувствовать. Мекку, кстати, готовит, я так понимаю, Омник. Нет у него пока никаких базилок. Вот, значит, есть вариант, что может быть Мекку приготовит Омник. Или все-таки, возможно, и Владлер будет собирать Омни Найт. Пока неизвестно до следующего артефакта. Пока не поймем. Ну и Джаггеру на 21-й минуте прилетает Аганим. Достаточно неплохо при учете того, что есть барабаны, есть фейсбуцы. Даже орпу в вином. Все есть. Ну, в любом случае Джаггер проигрывает Гирокоптеру по фарму. Практически тысячу проигрывает Джаггер. 9300 у Гирокоптера и 8300 у нас у Афы на Джаггернауте. И 7300 дальше у Маловски на ИСФ. Прогулочки так просто по лайнам. Без интересов особенных. Так, у кого-то рарное что-то там. Нет, это не рарное. Это обычное. Леон перемещается в лес. Это то ли стак, то ли что. Ну да, по-моему. А, так понимаю, это двойной отвод. Шарик-то Леона. Двойные отводы от Леона. Да-то вообще суперкоманда пришла. И что ты будешь с ней делать, непонятно. Найт-61 дабл отвод. Просто так вот гайдом для всего, для всех аматоров. В это время на топ-лейне Тауэр съедает команда 3. И сами теряют Т1 на своем мид-лейне. Внизу уже давным-давно упал Т1. И забрали в свою очередь тоже Т1. Ну и здесь потерянный и забранный. И на мид-лейне потерянный и забранный. По таверам все очень даже ровно. Ну и готовится файк. Т2 летит уже сюда. Кентавр. Кентавр прыгает в толпу. И тут да, просто прыгнул. И нет маны у него на хувстомп. Ну это просто, это конечно кинокомедия. Кентавр врывается в самый центр. Должен так плотненько на всех наступить. И у него нет маны. В итоге минус 3 делает команда Ти-рай. Гвардиан Энджел свое дело сделал. Борг. Скорее всего отправляется тоже в таверну. Ну и гирокоптер единственный, кто живой. Ну и дальше за ним дышит Сэ. Сэфу надо бы в инвиз уходить. Кстати, Shadow Blade сейчас был бы. Очень удачный репел у нас от Ридика. В итоге 4 в 2 заканчивается этот файт. С полутора тысячами преимущества для команды Ти-рай. Даже 1800. И по экспириенсу на 2000 больше. Они поднимают, чем их оппоненты. Графики опять меняют свое направление. Теперь графики у нас движутся в сторону команды Ти-рай. Не проигрывали 2000, теперь проигрывают всего лишь 700. По экспириенсу на Ти-рай выигрывают у нас 1600. Бристлбека появляется Вангвард. Так, давайте вообще по артефактам пробежимся. Гирокоптер в БКБ практически вышел. 700 остается до появления Огрклаба у Темплар Ассасин. Ничего, в принципе. Блин, Даггер, Огрклаб, Нестер. Не так спокойно себя чувствует, как чувствовал совсем недавно против команды Ти-рай. Да и к этому моменту, к 24-й минуте, у него счет был там 14-1. Естественно, здесь просто так с собой играться так не дает команда Ти-рай. Леона пытались зацепить. Произванный Стомпит от Кентавра и все в рассыпную. По ракете. Все, а зачем, непонятно. Просто разве что для фарма. Репел на Леоне уже висел к тому моменту. Репел второго левела. Репел действует 8 секунд. КД у него... КД 14. Ну, если репел промаксить, то всего 2 секунды можно ходить без репела. Все остальное время разбрасывай не хочу по всем. Ну, по всем по очереди. Потому что одновременно по всем, конечно, не разбросаешь. Здесь задевардили такие команды С9. На нижней руне лишили вижена команды Ти-рай. Вот. И Ти-рай, я так понимаю, формируется для какого-то экшена. А экшен-то у нас совсем в другом месте. Когда происходит, экшен в другом месте уже закончился. Поэтому команда Ти-рай, если планировала, то отпланирует пусть. Появляется Black King Bar у нас для гирокоптера. И в это же время для Омника прилетает Мека. Так, у Маловски уже готов в Silver Edge. Для ССФа дополнительный ХП вообще никаким образом не будет лишним. И вы видите, что ССФ ПТ есть, Silver Edge у него есть. Вот, понемножку, по чуть-чуть. Но зарабатывает дополнительную ХПшку. После этого можно будет и повадиться. Мало-мальски. Так, С9 в ноль вообще вышли по... Золоту. Выигрывали 2000. 2000 выигрывали С9 по Галдиет. Теперь в ноль абсолютно вышли. А по Экспириенсу выигрывали 2,5. Теперь Ти-рай, точнее. Теперь скатились до 1700. Тут как-то странно. Графики то в одну сторону гуляют, то в другую. Причем в зеркальном отражении. И вообще непонятным образом. ССФ у нас просто старается отсюда уйти и успевает. Потому что Пуджу прилететь туда никаких вариантов не было. Ни Форстафа, ни Даггера, ничего вообще не было. Просто разорился у нас и... Ну, точнее Пудж у нас пытался подойти поближе. И бесполезный оказался в этом случае. Так, по вещичкам мы смотрели. Здесь-здесь-здесь понятно. Меня интересуют теперь команды Ти-рай. Здесь есть Мека. Здесь у Омни Найта есть Аркан Бутсы. Может даже Гвардиан Грифс появится. Как раз под Гвардиан Энджел. Под Гвардиан все. Шадоу Финд у нас. С Сильвер Эджин, с Батлой, с Ринго Факвиллой. У Джаггера уже есть Яша, есть Аганим. Фейсбукцы, Драма Фендеранс. Тоже всего предостаточно. И что-то еще ему должно лететь? Нет, ничего не летит. Яша есть, но скорее всего в Сэнджин Яшу будет выходить у нас Джаггернаут. Кентавр с Даггером. Чейн Мейл, скорее всего, под Блэйд Мейл от Кента. Не так-то много ХП, кстати, у Кентавра. Что тут Блэйд Мейлица сильная. Ну или он с Транквиллбудцами. Есть у него Брассер, Мэджик Вонт. И все как бы. Уже все. Фух, пошел у нас от Вуджа. Стомпит сразу же юзает Кентавр. Кентавр врывается и Маловский под Сайленсом. Хотел бы развалить, но фух. Как-то несчастно немножко выглядит. Под Рипана пошел СФ. Здесь не хватает, конечно, возможности приближения какой-то, типа Даггера. Но когда есть Сильвер Эдж, когда есть Инвиз, конечно, Даггер тогда уже не покупается. Это понятно. Ну, если сделать мультимобильного героя, то почему бы и нет. 28-ая минута. Счет 15-13. Ну, по 1 кило в минуту можно и так. В прошлой игре было по 2 кило в минуту. Это было немножко подинамичнее. И сейчас тоже не так уж и плохо. ДД забирает себе СФ. Ну, и команда С9, по идее, должна начинать проигрывать. Почему графики движутся в их сторону, пока что непонятно. 15-13 счет. Темплар Ассасин. Немножко совсем остается до БКБ. Это минимум избавиться от ульты СФ. Да, порезать демедж, конечно, себе. Но при этом демеджа самой не получить. У Бристал Бека уже на подходе. Кримзон Гвард. У Пуджа на подходе ничего. Пудж вообще не очень. 1-4-3. У Сайленсера есть Форстаф. И больше, в общем-то, ничего. Так, у нас СФ. Подходит прямо по Джаза. Снимает с него все дополнительные бафы. Всю эту фигню. И уходит в инвиз Гирокопта. Вот, таки, Лил Пудж. И Гирокоптер отсюда сваливает. Маловский подумал, что не туда вышел. Разворачивается и уходит. Ну, сейв-вариант будет СФ, как я понимаю. Митрил Хаммер появляется, скорее всего, под БКБ. Сейчас узнаем. Может, все-таки будет и... В итоге Дезолятор, как в старые добрые. В принципе, ХП-то достаточно. А демеджа немножко где-то так и не хватает. Алексей Налашанц прорывает у нас Маловский. И вся команда там по чуть-чуть, понемножку старается подойти. Нижний Койл промазывает, попадает. Но здесь Алексей Налашанц уже на базе. Он уже хилится. 15-13 становится счет. 30 минут сыграно. И команда Тирай выигрывает по фрагам. А вот по голде продолжает быть в минусе. Правда, совсем немножко. По экспириенсу они впереди порядка тысячи. СФ идет в БКБ. Продолжение сейф-варианта для команды Тирай. Ну, репел, значит, будет на кого-то другого. Например, на Джаггернаута. Или на коня, который будет врываться. Вот. А Джаггерна... СФ пусть сам беспокоится о своей магической безопасности. Нестер трэп под ноги Джаггернауту. Ему плевать. Недалеко у нас находился он ненайд. В общем-то, ему тоже плевать. Ну, или он вообще плевать. Я уже молчу об эсэфе. Ну, игра переходит у нас в самую скучную свою стадию. Когда нападать страшно. Или беспокойно. А дефаться тоже не приходится. Потому что страшно и сопернику нападать. И ходят, фармят. Пытаются вынести артефакты, которых не хватает. Так, чтобы пойти сейчас из пуши. Действительно, ситуация очень равная. Я думаю, вы видели графики. Вы понимаете. А с другой стороны, у команды С-9 один мощный керри. Сейчас нормально так расфармленный. Это герокоптер. Темплар Ассасин 9500 всего лишь имеет по голде. При этом у Джаггера 12200. А у Маловски 12700. То есть от Джаггера... Ой, вот герокоптера отстают ненамного. Вот. И при этом вдвоем опережают темпларку. В инвизи герокоптера он, кстати, гуляет постоянно в инвизи. Тут я думаю, что надо бы, конечно, команде Терайд запастись каким-нибудь гемом. Чтобы пустить герокоптера в самый центр, в самую гущу. И позволить ему через флагкэнон развалить всю команду. Но это был бы перебор. Безусловно. Кентавр с Блэйдмейлом. Не поздновато ли? У Кентавра 1290 хп. Смотрим на СФ. У СФа без БКБшки. 1650. И у Кентавра 15 дефа. А здесь у СФа 12. Кентавр-то у нас в какой-то деф все-таки выходил. И Кентавр у нас супертолстый. Должен стоять долго. Его должны бить. От него должны отлетать... Отлетать дамага в виде ретерна. Другой у нас Кентавр... По хп чуть ли не самый слабый вообще в тиме. У Джаггера, посмотрите. 1850 хп. Готовый Манта-стайл. Есть Барабаны, есть Аганим. Ну тут, конечно, вообще... Уцкульники. Команда Тейра, я смотрю. Джаза поймали. Просветили его. Разрезали пополам. СФ, Кентавр, Омник и Пудж. Вместе с Крипом. Ну и бежит Тафа. Уже Омни-слэш надо. Чешется Омни-слэш. Надо провязать. Нате вам, вонючие Крипы. Ненавижу Крипов. Крипы должны умереть. Для этого у меня с Аганима Мур. Чтобы всех убить. Развалил всех Крипов просто без шансов вообще для них. Я не думаю, что тут есть вариант закамбетчить. И, кстати, Курьер Дайров или Редиентов. Чей Курьер? Курьер Редиентов падает. Курьер Редиентов не долетит. Хитрая СФ. О, хитрая СФ. Тупенький СФ. И хитрая Томфоросась. СФ у нас в итоге остается без БКБ в этом файте. А так хотелось. Летел БКБ, летел. Теперь репел на Ромнику. Что-таки на СФа вливать. Ну и Бристлбек начинает отливать у нас по Ридику. Где СФ? СФ разултился на хайграунде. Попадает по Нестеру. У него 99 деммэджа всего лишь. Чуть-чуть где-то подсрезали. Дальше за Люсьена Млашанцев. Уже на хайграунде. Ну и мало. Команды Тиерая. Они никого, правда, не потеряли. Но при этом как-то атаковать агрессивно не могут. Ну и команда С9 тоже. Не очень просто им это все дается. ТПшка сюда от Гирокоптера. Будут бежать за Маловски. Маловски фукают назад. Где же ты? Омничек. Омничек у нас пытался, наверное, подсейвить свой тьмейт. А может и не пытался. Еще один Омнистайш от Джаггернаута. На этот раз крипов здесь не было. Неправедливо, зачем он его уязал. Умирает в итоге наш Джаггернаут. Джаггер остается здесь. Размен 2 в 2 и Гирокоптер просто в соло получает от Леона Finger of Death. Выживает и разворачиваются оба. Гирокоптера драться не хочет с Леоном. А Леон не может драться против Гирокоптера. Потому что у него всего лишь 90 с руки по итогу этого файта. В плюсе остается команда С9. Они зарабатывают 1500 золота и 400 экспириенса. Против трех со стороны команды Тиера. Счет становится 19-15. Они выигрывали. Они это... Команда Рейдинг, команда Тиерай. Выигрывали почти 4000 по голде. Сейчас графики где-то до 3,5 скатились. Ну, на самом деле не критично. 35-й минуте так это точно. Хотя вы посмотрите, насколько ровная игра. Это какое-то издевательство над комментатором, над аналитиками, над прогнозистами, над всеми, всеми, всеми. Просто в ноль идут команды. И кто здесь выиграет, вообще не ясно. Ну, наглеют игроки команды Тиерай. Вы видели, файт у нас был уже на хайграунде команды Скулл Найн. Развалили рейнджевой барак. Милишные оставили стоять на нижнем лане. Но боковые лайны это неприятность. Это не мидлейн. Это действительно важно. Даже такая история, что у нас суперкрип маг. И линия, тем не менее, будет пушиться. Потому что у него дэмэджи 50, а здесь дэмэджи 30. Ну и хп здесь. Постоянно 47, он прям танковать. Вы видите, достаточно неплохо танкует. Ну что, постепенно, потихонечку. Роху команда С-9 съедает. Съедает в очередной раз. И отправляется на поиски приключений. В это время Омник у нас в лесу. Формит. Завардить ничего даже и не думал. Не его это дело. Поставлен здесь просто фармить. Ну как и Джаггернаут. Поставлен просто для того, чтобы ульты раздавать в крипов. Ну хотя бы как-то частично Джаггер же цепляет своих ребят. Но так и Омник, будь добр, пожалуйста. Не своих, точнее чужих. Будь добр, ворды поставь где угодно. Владмер появляется у нас для Ридика. Когда я предполагал, что Ридик у нас хедресс может собирать как для Владмера, так и для Мекки. И скорее всего, я думал, для Мекки. Вот я и подумать не мог, что он соберет еще одну хедреску на этот раз для Владмера. Чтобы я уже успокоился. Не Гвардиан Грифс, а Владмер, Мекка и Аркан Буц. И может теперь и появится Гвардиан Грифс, по-моему, в 1850, если не ошибаюсь. Рецепт на них 1650. Ну не так-то дорого. Можно и поднаторить. В это время у ССФа 2400 на руках. БКБ есть. Шадо у Сильвер Эдж, точнее, имеется. У Кентавра готовится Пайп оф инсайд, скорее всего. Уже, в общем-то, Худ оф Дефенс собран. Надо только принести. У Леона. Ничего интересного. Форстаф, Транквил Буци, ну и Омника мы с вами видели. Ну, со стороны команды С9, Бристлбэк. Сэндж есть, есть для него Кримзон Гвард. И Гем приобретает себе Лусьен Лошанс. Гем Нестра. Значит, они готовы побеспокоиться о Геме. А команда Тирай Гем так и не планирует покупать. Просто разбивают себе варды и ходят, ставят свои. У Пуджа. Вообще ничего. Какой же печальный вышел в итоге у нас Пудж. Я думал, это будет яркое пятно в составе команды С9. А в итоге Пудж у нас 12-го левела на 38-й минуте. Кстати, по-моему, как бы не последнего вообще левела на карте. Да, так и есть. Пудж у нас самый маленький левел на карте. Дальше. Сайленсер. Форс Тафф Владмир. Тут хотя бы какие-то просветления имеются. У Темплар Ассасин 17-й левел. Криты есть. БКБ есть. Каких-то серьезных дамажащих артефактов для Темпларки пока что не имеется. Ну и по фарму Темплар у нас прилично так отстает. И отстает от кого? В первую очередь от своего тиммейта. От Герокоптера. У Герокоптера уже есть БКБ. Есть Манки Кинг Бар. Шадоу Блейд и Хелм оф Доминейтор. Как-то бездрак пока что у нас проходит матч. Долговато команда затягивает. Кстати, здесь какая-то ерунда-то все-таки может быть. Врыв у нас от Нестера. Прямо по Ридику. Пошел Global Silence. Не промазывает. Опять у нас пучку Ком. Маловский. Может попасть в ульту здесь Пуджа. Может и не попасть. Нестера развалили. Забирают у него Эгу. Усена Лошанки знает настреливать. Ульту пока что Маловский не провязал. Сюда Герокоптер. Ульта пошла у нас от Маловски. Ну и Джаз здесь просто 2 ульта встречает самого себя. Джаз здесь безусловно никуда уходить и не мог. Ну и Сайленсер старается сделать тп-аут. У него это получается. Полетел удар и Ремнант не успевает в данном случае. Три Джаггернаута сразу бегают. Под одним единственным вардом. Ну и на Мид Лейна отправляется у нас ССФ. Я так понимаю, что сплит пушить или что это будет? У ССФ есть уже чин-мейл и рецепт на Керасу. Ему осталось приобрести за 1400 плейт-мейл и деньги на... Короче говоря, 1000 не хватает Маловский до приобретения Керасы. Ну так в тим артефакты, ведь плотные игроки. Джаггер собирается у нас в Айвскаде. Это единственный, кстати, отщепенец, который сам по себе. У него личные счеты здесь с командой С9. С крипами, которые за них играют. У Омника денег больше не прибавилось, поэтому что-то новое появиться не могло. Ну и Кентавр тоже пошел с крипами разбираться. В одной, видно, пацаны в одной команде. 40-ая минута, можно заходить на хэграунд. Они крипов фармят по лесу. Ладно, окей, это тоже бывает. Тут у нас, кстати, выход в финал на кону, поэтому ясен пень, что и нервишки где-то могут у кого-то быть. 42-ая минута. Погал, дети и рай впереди. 7000, они опережают своих соперников. И 3000 по экспириансу тоже в их пользу. Это немного на 41-ой минуте, но вы видите, да, динамика все равно падает чуть-чуть немножко, но в сторону команды Рэдиан движется. Ну и появляется на Кентавре Пайп оф инсайт. Ну и СФ, по идее, должен уже себе принести Кирасу. Да, Кираса у нас летает в Курьере. Куда полетела Курочка? Курочка полетела приобретать поинт-бустер для Джаггернаута. У Джаггера уже готовый с Кади. Ну и готовая Кираса для СФ. Я думаю, что, в принципе, самое время уже пойти команде Тирай начать давить и пушить. В масс-файте они гораздо увереннее должны смотреться. Все массовые артефакты, которые собирались у команды Тирай, уже готовы. Владмир здесь есть, Мека есть, Ганбусы есть. Что? Что с кем? Кто? Как так? Почему? Зачем Глобал? Мы проюзем, забрали у нас Леона. Гвардиан Энджел, Ридик, проюзал только на себя. Ни на кого больше не попал. Такое ощущение, что у него есть Аганим. Он, кстати, не первый раз Ридик уже юзает Гвардиан Энджел на самого себя. Вот и команда вся просто бегает вокруг, смотрит, какой неуязвимый у нас Омни Найт. Не надо так. Минус три сделала в итоге команда Тирай. Темпларку не забрали. Тут по ней наваливает иллюзия Леона. Естественно, от Темпларки не жарко от этого. Ну, хотя бы рефракшн пить. Ну и все, уходит отсюда Темплар Ассасин. Я так понимаю, команда Тирай будет допушивать нижнюю линию. Байбэк у нас есть только у Герокоптера. Состава команды Скул Найн и Герокоптер здесь. Герокоптер не будет выкупаться, потому что он файтится, готов и без Эль. Он может даже и подставляться не будет. Герокоптер все-таки драться вдвоем против пятерых. Действительно, мув не самый умный. Команда Скул Найн мне кажется достаточно скилловой. Уходит отсюда Леон. Четвером здесь остается игроки команды Тирайвы. Втаскивает у нас Куджа. Сразу же по нему здесь мэмбэ пошел от Куджа. Маловский разультиться не может. И Маловский просто наваливает с руки. Ну и теперь Сэп достаточно боевой. С Керасой Джаз в таверну. В таверну отправляется Пуч. В таверну отправляется Танклар Ассасин. Туда же у нас отлетает Герокоптер. И это ГГ от команды С9. Они сдаются. Ну, в принципе, понятно почему. Потому что задавили просто игроки команды Тирайвы. Падает трон коллектива С9. И команда Тирайвы выходит у нас в Гранд Финал. И она сразится с коллективом... Сейчас я вспомню, с каким коллективом у нас сразится. А, да, с коллективом Вим. У нас Вимы вышли в Гранд Финал. И теперь там с ними будет сражаться команда Тирайвы. Команда Скулл Найн, к сожалению, прекращает борьбу за места вверх куда-то. Все, что она может, это остаться где-то на своих позициях. То есть остаться на третьем месте. Для этого им придется завтра сразиться с командой... С командой, которая проиграла коллективу Вим. А проиграли Вим. Сейчас вспомню, кто. Сота. Да, Сота. Команда Сота. Ship of the Art Style. У нас будут сражаться с командой Скул Найн. Ну что, хочется поздравить всех победителей данных полуфиналов. И первого, и второго. Они проходят в финал. И завтра где-то примерно часа в четыре будет у нас проведен матч. Я думаю, что часа в три дня, как по Киеву, так и по Москве, мы сыграем Best of One за третье место. И сразу после этого сразимся за главный приз, за первую позицию в первом кубке команды... В первом кубке, точнее, студии игрокам ТВ. Ну что, друзья, приятно было с вами провести этот день. Наш первый Summer Cup уже выходит на финальную стадию. Завтра последний день. И самое интересное, что он главный и решающий. Команда The Rightest Indignation играет против коллектива Вим. И команда Skull 9 играет против команды Сота. Все, следите за всеми релизами в нашей группе ВКонтакте. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Безусловно, зовите всех. Завтра будет жарко, интересно. И готовьтесь к следующим Summer Cup. И вообще ко всем кубкам, которые будут проводиться в рамках нашего паблика ВКонтакте. У микрофона был друг. Это была студия Крикам ТВ. Меньше играйте в доту, больше читайте книгу. Услышимся. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok